МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это Бобруиск 360 и я, Ангелина Дикон. Мы говорим с неординарными личностями на интересные темы. Никаких секретов, все только по-честному. Яркое открытие столичных гостей. Два года назад Зефир-ФМ, открытие радио, это было настоящим огромным, серьезным и большим событием для всего города. Потом появились другие радиостанции, и люди стали переключаться. Это заметно, на самом деле, даже когда едешь на транспорте, общественном, на маршрутке. Что говорят цифры? Наверное, начать с того, что у любого человека есть право в выбор. Когда человек слушает радио, когда ему нравится музыка, и ему нравится качество звучания. Что касается сравнений со столичным радиостанцией, по качеству звучания мы, конечно, с ними стоим на одной линейке. Тут наш передатчик, мощность передатчика соответствует всем дляявленным современным требованиям. Что касается открытия, яркое открытие Зефир-ФМ два года назад и сейчас, то, конечно, все объяснимо. Человек слушает и возвращается туда, где ему больше нравится. А в силу того, что мы являемся локальной радиостанцией, интереса к радиослушателям будет всегда больше и выше, потому что люди хотят слышать свои новости, люди хотят знать, что происходит в его родном городе. И поэтому, переключая радиостанции в машине, по статистике в столице это где-то 10 секунд люди слушают и переключают, если мне нравится музыка. Поэтому точно так же, как и у нас. Но, как правило, насколько я знаю, люди слушают радио от начала до конца. Вот они приходят на работу и слушают радио. Садятся в машины, едут домой и слушают радио. Поэтому я больше упреков получаю не из-за того, что люди уходят с луны. Я больше вопросов получаю насчет повторяющихся песен и плейлистов. Так сколько их все-таки слушателей? Специальных исследований никто не проводил. Мы можем только судить по тем фокус-группам, которые у нас работают. Но мы отмечаем, когда люди едут маршрутки, когда люди слушают в интернете радио, сколько это человек, когда у нас идут всплески, максимальное количество прихода на сайт. Потому что сейчас в основном все наши слушатели слушают Zephyr FM через интернет. И поэтому в двухлетие радио мы запускаем мобильное приложение. Оно сейчас тестируется. И потом все станет еще проще. То есть позвонить в прямой эфир с одной кнопки, написать с одного приложения, слушать музыку и посмотреть. О нашей жизни все будет в одном смартфоне. Потому что это самый главный источник информации сейчас в нашем современном мире. Портрет среднестатистически слушателя Zephyr FM. Это средний возраст от 25 до 55-60 лет. Потому что нас зрелое поколение очень любит и слушает. Откуда эта информация, что они любят, что они слушают? Обратная связь? Есть обратная связь, и есть цифры трафика в интернете. То есть каждый человек, он зарегистрирован в соцсетях. И наиболее активные люди зрелого возраста, старше 55, тоже им пользуются. И слушают нас через сайт. Поэтому цифры в интернете не врут. И нам не надо заказывать, например, дорогостоящих исследований, для того, чтобы понять целевую аудиторию нашей радиостанции. Она такая. Считается хорошим показателем, хорошим стартом того, что человек будет слушать радио целый день. Это утренняя программа. Чаще всего это та, которая поднимает настроение, помогает проснуться, взбодриться. Что у нас есть? Это брутаны и блондинка. Да, я очень... Считаешь ли ты эту передачу козырем, или как это можно назвать? То есть таким крючком, который зацепит на целый день. Когда год назад появились брутаны и блондинка, ведь они появились не просто так. Мы тестировали, анализировали, меняли голоса. Людям нужно было поработать энное количество месяцев в эфире, для того, чтобы сработаться. И на сегодняшний момент я знаю точно, что многие бобручане не могут представить себе утро без привычных голосов наших брутанов Паши, Артема и Наташи Ерогиной. Поэтому то, что любят наши бручане, я буду очень бережно хранить в эфире. Есть ли активность радиоведущих, диджеев радио за пределами студии? Конечно, есть. У них у всех собственный бизнес. Они все самодостаточные люди, которые успешны на рынке. И я этому очень рада, потому что, наверное, это говорит о правильности выбора нас как работодателей в этом городе. Потому что человек медийный, меня два года назад ругали за то, что мы пригласили медийных людей, они привели аудиторию к нам на радио. И, соответственно, сейчас, когда они работают в эфире, эта аудитория с ними так и осталась. А когда ведущие продают себя, пусть это грубо будет звучать, свои услуги, свои... Слушай, но наши ведущие не продают свои услуги где-то в городе с подписью Zephyr FM. То есть они используют свое собственное имя. А мы, как бренд Zephyr FM, имеем использовать себя и имена тех, кто нам приносит максимальную выгоду. Это нормально. Пускай работают. Алена, я бы хотела, чтобы ты сейчас выстроила пирамиду из понятий интереса слушателей, интереса рекламодателей, твои личные интересы и интереса коллектива. Вот что ты поставишь в основании и что вот станет пиком? Есть известная пирамида Маслоу, которую изобрели 50 лет тому назад. И она основывалась на том, что людям нужно дать первичные потребности, и тогда он полюбит весь мир. Сейчас это очень сильно изменилось. И во главе, наверное, три кита. Это ценность, это коллектив и это оплачиваемый труд. И вот если даже мы спросим у любого нашего сотрудника, чтобы он выбросил из этой тройки, он ничего не выбросил, потому что ему хочется работать в коллективе, ему важно, чтобы его ценили, и ему важно, чтобы его труд достойно оплачивался. То есть основание – это все-таки коллектив. Вот если из перечисленных моих, да? А что же все-таки окажется на пике? У Маслоу – это желание самореализации, если я не ошибаюсь, да? Тогда здесь что? Что бы ты поставила? Слушателей, рекламодателей? Слушатели, конечно. Ну, конечно, слушатели у нас главные. Главные герои всей этой истории. Не было бы слушателей, не было бы радио. То есть все то, что делается, в едином мире делается либо ради зрителей, либо ради читателя, либо ради слушателей, конечно. Радио – это отличная пиар-площадка для звезд различного уровня. Это белорусские звезды, зарубежные. Насколько часто они обращаются с просьбами, чтобы их песни звучали на радио эфир? Количество белорусских исполнителей очень большое. Присылает, присылает, присылает. Но это работа музыкального редактора. Я не все отслушиваю песни, только те, которые считают достойным наш музыкальный редактор, он уже потом представляет, и мы понимаем, что мы берем в эфир, чтобы нет, и мы поддерживаем наших своих музыкантов. Одно единственное правило – это должен быть в формате радиостанции. Мы не можем, допустим, ставить рэп, потому что мы не можем ставить тяжелый рок или какой-то металл, потому что это не наш формат. Но если песня достойна, и она соответствует, мы с удовольствием ставим. Ты даже не представляешь, какое количество писем приходят с просьбой поставить свою композицию в эфире. Это работа музыкального редактора, который отслушивает все опыт, но он предлагает уже нам на мой суд выбрать то, что мы можем поставить. Ну, наверное, из тех, кто приходит сразу же на ум, это Ваня Пономарев, это Руслан Олег, но это наши бобручане, и не знаю, кто еще. Виталий Гордей, конечно. Это «Земля королевы мод», которую зимой принесли нам новогодний трек, который соответствовал абсолютно всем нормам, был записан, и ребята рассказывали про то, как им помогали ребята из соседних стран и выпустить свой продукт. Если ты не делаешь свой продукт качественно, вот тебе нет шансов. А все наши бобруйские ребята – это какой-то такой маленький круг, маленькая такая музыкальная семья, которую мы стараемся поддерживать. И очень просто спишется соглашение о совместном каком-то мероприятии, которое позволяет нам активно рекламировать того же самого Ваню Пономарева и поддерживать его на площадках. А как по-другому? Зато какая гордость! А потом, когда смотришь, что они занимают лидирующие места в хит-парадах, и ты приложил хоть небольшую, но толику участия и рассказал об этом, и это же здорово! Или нет, они будут уезжать в другие города и рассказывать про то, что бобруйск их не признает, не приглашает. Но это нормально, это не патриотично, это вообще считаем нарушением всех допустимых правил. Мы будем поддерживать абсолютно всех наших музыкантов. Мои наблюдения, возможно, я не права, все-таки по формату на Zephyr FM звучит попса, звучат хиты 90-х, звучит шансон, рэп-рок, я не буду сейчас вручаться за это, да? То есть мы пытаемся угодить всем? Слушайте, ну, формат изначально был 70 на 30, 70 русской музыки и 30 зарубежной. И потом, опять-таки, когда проходит определенное количество времени, и ты слышишь фокус группы и мнение бабручан, ты понимаешь, что можно потихонечку что-то менять. И у нас сейчас 50 на 50. 50% русской, 50% иностранной. Причем есть четко выверенное время для наших любимых водителей, вечерние, где звучат евро-хиты, и они очень счастливы, потому что таксисты, которые ездят по улицам нашего города, постоянно на правильной и нужной волне находятся. Вот вечером это более спокойная музыка. Поэтому, ну, там есть четкие правила, и их невозможно не соблюдать. Вот поэтому музыкальный формат – это визитная карточка любой радиостанции. Почему нет белорусского языка? Почему нет передачи на белорусской мове? Это твоя позиция, или просто не было предложений достойных? На Зифер.фм. Слушай, ну, для меня либо белорусские, либо русские. Вот когда идет смешение двух языков, оно не приведет к какому-то хорошему результату. То есть изначально мы выбрали русский язык, потому что он такой же государственный язык, как и белорусский в нашей стране. Если у меня будет возможность со временем в Бавруйске открыть еще одну радиостанцию, то, возможно, мы ее сделаем исключительно на белорусском языке. Я не против. Люди, которые говорят красиво и умеют говорить на этом языке, ну, большое количество. И спикеров мы можем приглашать. И я тебе скажу честно, что когда к нам приезжают гости, мы всегда спрашиваем, на каком бы вы языке хотели общаться в эфире. И процентов, я тебе скажу, процентов 10 пока только выбирают белорусский язык. Все остальные общаются на русском. За два года было все. Ребята уходили. Талантливые ребята, очень толковые ребята. С чем это было связано? Потому что это было действительно масса. Для меня это, конечно, болезненный был период, потому что первая ушла я, а потом ушли многие-многие ребята. И история показала, что без любимых диджеев, без голосов в эфире радиостанция не может соблюдать и быть на верхушке рейтинга, как мы стартанули в самом начале. То есть музыка, реклама, новости – это все хорошо, но эта история не про Бобруйска. И когда я вернулась на радиостанцию, весь штат вернулся, и мы не делали каких-то резких заявлений, мы просто начали трудиться, и каждый день, что-то меняя, постепенно добавляя какие-то фишки в эфире, и все эти люди, которых слышали люди при открытии, все эти люди вернулись, и мне кажется, что это тот главный критерий того коллектива, который был зарожден. Значит, те ценности, которые есть у нас, они все-таки очень важны для людей, которые согласились вернуться. И я этому очень рада. Мотивация появилась у ребят какая-то? Почему они вернулись? Потому что они поверили, что будет хорошо, что у радио есть будущее, и что все изменится. И поэтому они вернулись. Все просто. Когда человек верит в свое дело, в свой продукт, он будет всегда для него ценным. Наше дело – заработать и оплачивать достойно это дело. То есть в самом начале это вопрос материальный стоял? Я так понимаю? Нет. Нет? Нет. Тогда другой вопрос. Причина для всех была одна? Или у всех личные обстоятельства и какие-то свои моменты, которые побудились? Люди потеряли. Кто-то захотел в столицу? Кто-то потерял действительно интерес или мотивацию? У любого коллектива, любого предприятия должна быть сверхидея, своя миссия, ради которой все собираются. У нас наша главная цель – это работа на радиостанции, которая только-только появилась в нашем городе. И отсутствие мотивации у сотрудников, оно обуславливается несколькими факторами, о которых, в принципе, может, и не стоит сейчас говорить, чтобы не вырошить прошлое. Но количество людей, которые будут уезжать в другие города, они тоже будут оставаться. Всегда будут такие люди, которые захотят чего-то больше выйти из-за рамок одного города. Они будут уезжать, приезжать. Я знаю, что заметила? Я заметила другое. Количество людей из Минска, которые сейчас звонят нам, оно превышает количество людей, которые пытаются устроиться на радио в Бобруйске. Я задаю вопрос, почему вы хотите из Минска приезжать и работать? На что мне следует вполне себе правдивый ответ, что вы позиционируетесь какой-то очень классной площадкой и базой, школой, после которой любая столичная радиостанция всегда берет на работу. У нас несколько ребят так уехали, они сейчас звучат на столичных радиостанциях, и не потому, что им стало у нас скучно, а потому, что у них так сложила жизнь. Эсфер-ФМ многие считают рупором власти. С одной стороны, логично, да, то есть кто платит, тот и заказывает музыку. Как на самом деле это и дело? Что мы делаем и кем вы являетесь? Послушаем. В уставе любого средства массовой информации, будь то телеканал, газета, радио, возьмем любую страну, CNN в Америке, BBC в Британии, Аль-Джазира, у них четко написано, что эти средства массовой информации отображают точку зрения своей страны, на территории которой они работают. Почему мы, находясь на территории Бобруйска, не имеем права отображать точку зрения нашего горисполкома? Ведь там трудятся люди, которые делают многие проекты, и они доносят через нас самые главные. Поэтому мы всего лишь соблюдаем главное правило журналистики. Мы объективны и мы оперативно должны донести информацию, которую должны слышать наши пообручания. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы тесно сотрудничать с нашими властями. Обеспечиваете ли вы обратную связь? То есть может ли слушатель посредством радио обратиться к представителю власти? Ну, смотри, что происходит. Есть мэр, председатель Бобруйского горисполкома. И есть чиновники на местах, в ЖЭО, на районах. Мы являемся связующим звеном. То есть если один нерадивый чиновник допустит ошибки, которые приведут к ряду проблем, вызываемые у наших горожан, что делают горожане? Они начинают жаловаться, они начинают звонить. Наша задача какая? Мы должны перезвонить, уточнить, является ли это, и приехать, и посмотреть. То есть мы приехали и увидели, мы приехали и спросили. Понимаешь? И то есть у мэра график расписан вот такой. К нему попасть на прием, ты сама знаешь, очень и очень сложно. И поэтому он не знает, что делают его, возможно, где-то нерадивые сотрудники на своих местах, и происходят такие проблемы. И мы, рассказывая, разворачиваем власть к тому, что они видят, какие проблемы есть у наших горожан. Не каждая проблема стоит огласки. К счастью это или нет, иногда их можно решить, напрямую обратившись к тем же представителям власти. Ну, если они не нуждаются в нашей поддержке, то и знают, что эта проблема будет решена, и так это же хорошо. Это значит, статус доверия к властям очень высокий, это правильно. Но здесь немножко идет другой аспект. Сразу звонят нам, а только потом идут к властям. То есть немножко наоборот, искаженное понятие о том, чем занимаются СМИ и чем занимаются... Сейчас все трансформируется. Вот эти самые фейк-ньюс, они перевернули мир. И если до сих пор не знают, как с ним бороться, в любом случае мы увидели другие направления, потоки, которые позволяют нам формировать новые медиа. И они сейчас такие. Мы связующие звено между властями и между жителями нашего города. В принципе, реально ли создать передачу, где сам председатель Бобрусского госполкома будет общаться со слушателями? Вот прямая линия. Я думаю, что она будет очень важна на телеканале, когда будет возможность радиослушателям звонить. Вот честно. Когда люди видят, как человек реагирует, что он решает прямо здесь и на месте. Поэтому в радио немножко проще прийти, рассказать. Он бывает раз в год. У нас, я считаю, это абсолютно нормально, потому что помимо нас у него еще весь город. Представляешь, какое у него предприятие. Это понятно, что график у человека расписывается. очень большой. И тем не менее, я знаю точно, что он никогда не отказывал в наших запросах. Ну, вот это предложение я озвучила не просто так, подводя к новому сезону. Все-таки, помимо мобильного приложения, что еще в планах? Мы будем просто сейчас работать, привлекать новые проекты, анализировать, тестировать их. Те, которые останутся и полюбятся нашим слушателям, они останутся в эфире. Я против сейчас резких смен сезонов, форматов и всего остального. Ведь от смены оболочки суть не меняется. А суть и внутри это делаем мы ежедневным своим трудом. Поэтому, если будут приезжать и приходить новые голоса, мы будем с ними общаться. Ну, ты же смотри, мы всегда открыты, везде наши рекламы. Приходите, пожалуйста, пробуйте. Ведь совершенно не важно какой ты профессий, совершенно не важно сколько тебе лет. Если у тебя есть желание, то ты всегда добьешься и всегда научишься. От чего мы откажемся в перспективе? Есть ли какие-то уже пунктики, которые слабое звено и все-таки стоит исключить? Степочки. Я бы, наверное... Программы, голоса, проекты, идеи, которые когда-то были на пике популярности, могли стать, да, козырями. Сейчас они... Слушай, нормально радио – это бизнес, да, и если мне будет проект приносить и предприятию нормальные деньги, и его будут покупать, то он будет, конечно, в эфире до того момента, пока он не выработает весь свой ресурс. И поэтому говорить о том, что я бы отказалась. Я бы отказалась, например, от многих новостей. Опять-таки, возвращаясь к тому, что для нас бобруйские новости являются самыми главными. Но слушатель, он должен слышать не только, что происходит в городе, но и понимать всю картину в целом. Поэтому запуск телеграм-канала, который сейчас мы, как медиахолдинг, сделали, говорит и показывает «Бабуруйск», где все три наших площадки, позволит всем нашим читателям, слушателям и зрителям получать в одном месте все то, что ему надо. не пытаясь ходить по сайтам, туда зайти, туда зайти. Мы должны стать главным новостным агрегатором, где люди, живущие в нашем городе, будут знать, что происходит на улицах, что происходит в мире, что происходит в стране и высказать свое собственное мнение. Ален, все-таки по-честному, почему еще полгода назад ты не была готова к этому интервью? Я боялась, что ты мне задашь личные вопросы, а я на них не готова отвечать. А говорить про радио я готова часами. Говорить про свою любимую работу я тоже готова сутками. Поэтому я рада, что сегодняшний формат не подразумевал неудобных вопросов без тех людей, которые должны бы быть тут находиться. Поэтому за это я тебе хочу сказать большое спасибо. Спасибо тебе за это интервью. Это было действительно по-честному. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok